Героем литературных произведений может стать и Иван Вязов, участник Великой Отечественной войны. Он живет в одной из деревень Маргаушского района. Наша съемочная группа отправилась в гости к ветерану. Для Ивана Дмитриевича Вязова годовщина Великой Победы – самое важное событие в календаре. Война коснулась всей его семьи и друзей. Со второго курса Казанского университета он был призван в армию на обучение в летную авиашколу. Затем ускоренное обучение в авиашколе всего за полгода. Перевод в авиатехническое училище и работа на авиационной базе. Тяжелая болезнь заставила его вернуться домой. Но Иван Вязов собрал все силы, чтобы вновь встать в строй. Уже в качестве инструктора-минометчиков. До сих пор помнит 9 мая 1945 года. Мы в комнате там были, как-то уже забыл. И вдруг уряд война кончилась. На улице уже и женщины начали что-то просать начали. Вернувшись в родную деревню, стал работать учителем. Завучим, затем директором Чуманкосинской школы. Возглавлял местный совет ветеранов войны и труда. После выхода на пенсию увлекся краеведением. Написал множество книг про историю местных деревень и статей для местных газет. Краеведение он давно изучает. Материал находит по карте. Названия деревень, рек и тому подобное, которые были в то время, когда это население здесь не было. Он очень наблюдательный человек. И живой интерес все вызывает. Все, что он видит. Особое место в творчестве Ивана Вязова занимают книги об односельчанах. В той далекой войне он потерял шестерых своих друзей. Беда коснулась всех. У меня три брата во время войны воевали. Три брата. И нам очень трудно было, конечно, в деревне жить. 70 лет назад закончилась Великая Отечественная. Но в семье Вязовых они помнят, как если бы это было вчера. Помнят и надеются, что их дети, внуки и правники никогда не узнают, что такое война. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика.